Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Патриотизм в России – краеугольный камень, а скорее скрепа нашей страны. По сложившейся традиции прививают его через открытые уроки, фестивали и конкурсы. Но настоящему патриотизму в этих рамках тесно. Поэтому Россия стала нуждаться в более масштабных проектах. Таким стал первый парк «Патриот» под Москвой. Цитата с официального сайта Главного управления обустройства войск. «Парк должен стать и символом былой армейской славы, и демонстрации мощи современной армии России. Посетители смогут изучить историю великих побед, прикоснуться к трофеям, побывать в землянке. Это, наверное, будет самое эффектное воплощение эффективной наглядной части патриотического воспитания». Скоро и в Башкирии будет свой патриот. Расположится он на территории Алкина-2. Но если в Подмосковье парк раскинулся на 5000 гектаров, то у нас все будет немного скромнее. Зато с партизанской деревней и музеем военной техники. «У меня вообще была идея какая, чтобы сюда родители с детьми приезжали даже со временем. Где-то пруд вырым, где-то кафешка появится, потому что здесь будет техника. Очень много техники нам Министерство обороны обещало передать. То есть, чтобы сюда не только приезжали ребята, а вот и юнормейцы». Парки с пирсами, спортплощадками и водоемами для Уфы прошлый век. Благоустройство выходит на новый уровень. С аллеей героев и полосой препятствий землю республики передало Министерство обороны. «По тем параметрам, которые предъявляются вообще к паркам Патриот, мы долго подбирали под эти параметры, чтобы соответствовала абсолютно все. И территория, и ряд инфраструктурных объектов. Поэтому выбор пал именно на это место». Правда, территорию надо привести в порядок. Отремонтировать учебный и жилой корпус, построить плац, столовую, огневой центр и спорткомплекс. На все это потратят 271 миллион рублей. Изначально планировалось открыть некоторые объекты к декабрю. Но строителям пришлось укреплять здание учебного центра. «Плиту попробовали поднять, она ломается. Поэтому мы их будем обрушивать сюда и заменять монолитным участком. А будете спокойно поднять?» «А декабрюции не даст?» «Нет, нет, нет». «А стены-то нормальные?» «Наружно всеми утепляем». «Ну, то есть утепляем?» «На дневной фасаде мы будем тоже армирующими поясами стягивать. Ага. «Уже просто перестраховаться». «А потом утепление и фасады делать?» «Да, кассеты и фасады». Здесь будут проходить сборы старшеклассников и патриотические смены школьников, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. На этой же территории разместят шачер, который использовали на WorldSkills. Под ним организуют футбольное поле и всесезонный плац. «Пока запланировано, что будет парашютная вышка, и каждому желающему будет предоставлена возможность прыгнуть с парашютом с 15-метровой высоты. Но для детей мы, при условии, конечно, соблюдения всех требований безопасности, для детей мы также предоставим возможность в рамках учебно-тренировочных сборов себя почувствовать будущим десантником». Такие парки должны изменить отношения россиян к армии и службе в целом, считает политолог Арсенша Ахметов. При этом самые масштабные центры расположены в местах воинской славы. И здесь Башкирия в некотором смысле исключение, отмечает эксперт. «Насколько я понимаю, эти средства пойдут, в первую очередь, из республиканского бюджета, поэтому говорить здесь о каких-то лоббистских возможностях не приходится. Скорее, это реверанс федеральному центру, демонстрация лояльности, демонстрация движения в таком едином курсе патриотического воспитания». Мы спросили у жителей Уфы, что такое патриотизм в их понимании и как на него могут повлиять подобные парки. «Патриотизм – это любовь к своей родине, отчизне». «Патриотизм – это, наверное, когда человек гордится своей страной и пытается ей помочь любыми способами». «Когда ты любишь свою родину, верен своим принципам и готов на все ради своей страны». «А вот как вы считаете, парк патриотический с военно-техникой, он способен повысить уровень патриотизма?» «Да, конечно». «Если такой парк будет существовать, то это будет, конечно, хорошо, потому что дети, учащиеся, могут посещать эти места. Мы не должны забывать свою историю». «Когда я был маленький, мы ходили по Парку Победы, и смотря на все эти военные техники, на военное вооружение, дух патриотизма аж поднимался». «Но он нужен, нужен, чтобы свои вооруженные силы, чтобы другие страны нифига ничего там нам». «А как вы считаете, кто такой в современной России патриот?» «В современной России патриот?» «Да все люди патриоты, которые живут здесь в России». «То есть вы имеете в виду, что все люди, которые любят Россию?» «Да, даже у которых иные взгляды». «Патриоты – те, кто за границу не уехал и делает науку у себя на нищенскую зарплату. Вот это я считаю патриоты». Что происходит с аналогичными парками по всей стране. Молодые жители Татарстана пропитываются патриотизмом в промзоне столицы республики. В центре «Патриот» они разбирают автоматы, ставят спектакли и метают муляжи гранат. В Ижевске и вовсе не могут найти места для подобного парка. В Туле построили конгрессно-выставочный комплекс, 4 ангара, а вокруг расставили военную технику. В Крыму уже три парка «Патриот». Но все же самым масштабным остается комплекс в Кубинке, на который, по разным оценкам, потратили 30 миллиардов рублей. «И по сути здесь формируется крупный культурный экспозиционный деловой центр Министерства обороны России. После того, как этот комплекс будет полностью введен в строй, его инфраструктура откроет перед посетителями самые широкие возможности». Укрепляют скрепы лучшие образцы российского вооружения – от средств ПВО до ретро-танков. Но какой боец без веры? Год назад здесь открыли главный храм вооруженных сил России, тот самый, ступени которого были сделаны из танков Третьего рейха. А на мозаике изображен Путин, Шойгу и Сталин. Впрочем, изображение действующего национального лидера убрали. Кстати, сам президент внес 14 миллионов рублей личных денег в строительство этого храма. В октябре в «Патриоте» развернули ковид-госпиталь. Всего же на патриотические проекты власти потратили в последние годы, по оценке «Новой газеты», 73 миллиарда рублей. Андрей Шарыгин, Артур Бигнов и Андрей Лугоша, телеканал ЮТВ.